Официальный партнер программы – сеть магазинов и гипермаркетов «Всё для дома». Здравствуйте, уважаемые телезрители! Погода в нашем Байкальском регионе по-прежнему неустойчива с преобладанием холодных ветров. Бесспорно, это замедлило начальный рост и развитие всех наших плодовых ягодных культур и в определенной степени замедлило сроки посева и посадки картофеля. Но, как говорится, не будем ждать у моря хорошей погоды. Наша задача приспособиться к ней и продолжать работать на наших участках. Сегодня мы более подробно поговорим о посадке важнейшей продовольственной культуры в нашем регионе – картофеля. Ну и одновременно поговорим и о других видах работы. Итак, смотрите. В саду обратим внимание на малину. Мы недавно ее открыли. Вот она поднялась. Сейчас очень важно провести как бы ревизию малиновых насаждений. Ну, что должен сказать? Во-первых, на одних побегах у нас уже почки начали распускаться, а на других побегах еще нет. Поэтому, возможно, этот побег и будет потом мертвым. Но в настоящее время мы должны с вами удалить те побеги, которые подносили в прошлом году, и мы случайно их оставили. Хотя эту операцию всегда надо проводить осенью. И удалить побеги сломанные. Ну, по какой-то причине, вернее, здесь было пригнуто. Вот неудачно может быть. Поэтому связаем до основания такой побег. Он сломанный. Ну и в дальнейшем смотрим по распусканию почек. Там те побеги, которые не распустят почек, мы их тоже удалим. Ну, в отношении листьев. На этом участке у нас нет павелотинного клеща, который зимует, кстати, под листьями. Поэтому я их не убираю. А так они перегниваются и становятся удавлением. А вообще, малина очень требовательна к плодородию, поэтому ежегодно нужно носить перегной. Ну, что я также сделаю. Ну, проведен влагозарядковый полив. В настоящее время. Ну, и следующий момент – это так называемое заболевание пурпуровой пятнисточки, когда трескается кора. В отдельных побегах мы это видим. Посмотрите. Очень трудно уничтожаемое заболевание. Но, тем не менее, уменьшить вред от него можно. Для этого применяется медсодержащие препараты. Можно просто медный купорос развести. И можно специальные препараты пурпурой пятнистостью, типа купрозан, то есть, опять же, на основе меди. Вот первую обработку желательно провести сейчас. Ну, а борьбу с тулей и с паутинным ключом сейчас смысла просто никакого нет. Ну, и также мы еще пока не натягиваем шпалеры. Сделаем это значительно позже. Так что, уважаемые садоводы, в эти дни обратим внимание на малину. Еще одна важная операция, которую, я считаю, надо провести в ближайшие дни, это борьба с многолетними сорняками. Дело в том, что сейчас у них фаза для уничтожения самая оптимальная. То есть, они имеют высоту буквально несколько сантиметров. Ну, уничтожать многолетние сорняки с помощью тяпки очень сложно. Вот посмотрите, как выглядит один из наиболее злостных. Это пырей. Значит, это корневище, которое может достигать до 2,5-3 метров. Ну, сейчас в начале сезона он еще короткий. И если вы начнете тяпать, вы просто разрываете корневище. И он как бы размножается еще в большей степени. Поэтому есть специальные препараты, которые попадают внутрь корневища через лист. И постепенно корневище погибает. То же самое касается и таких вредителей, как осот, например. Одуванчик кому-то досаждает. Поэтому с такими многолетними злостными сорняками лучше бороться с помощью препаратов. Такие препараты есть. Это препараты сплошного действия. Например, вы можете привезти в нас даже и к садыми. Значит, вот, например, препарат, который называется Граунд. Для уничтожения более 100 видов сорняков Граунд. Есть препарат Чистоград. Чистоград лучше, так, название. Ну, в принципе, это одно и то же действующее вещество. Яд Глифосат у них. Поэтому даже концентрация одинаковая. То есть разные торговые названия. Но есть, на мой взгляд, более эффективный препарат. Это Деймос. Здесь действующее вещество и другое. Декамбо. Декамбо. Значит, фирма Авгус. Ряд и других препаратов. Раньше были Торнадо, Ураган и прочие. Что мы делаем? Берем небольшой опрыскатель. Вот, например, опрыскатель ЖУК. Разводим препарат. Но я бы советовал вам процентов на 20 дозы увеличить. То есть, если рекомендуется одна доза препарата на 10 литров, вы, значит, чуть увеличиваете. Дело в том, что, применяя, значит, этот гибрицид поштового действия, один раз в сезон, именно сейчас, мы никак экологию участка не нарушаем. И культурные растения тоже не повреждаем. Вот здесь, представьте, что уже есть рабочий раствор. Берем этот опрыскатель и смотрим сорняки. Вот одуванчик. Вот здесь пылеем не растет. Это чистотел. Они, конечно, отбирают влагу, элементы питания в растении. И вот просто небольшим движением есть такой глагол народный – «фышкать». Интересный глагол. Буквально наносите раствор вечером. В вечернее время лучше всего, в теплую погоду относительно. И буквально через неделю начинает засыхать весь корень и все корневище. И таким образом мы избавляемся от многолетних злостных сорняков в притвольных кругах, чтобы они внутренне росли. Или, например, на кротовичной плантации. То есть там, где вы сейчас их наблюдаете на своем участке. Например, даже на дорожках и вдоль заборов рядом с грядками. В конечном итоге они, в общем-то, вредят не только культурным растениям, но и в целом как-то не облагораживают наши участки. В последние годы, уважаемые телезрители, органические удобрения я имею в виду навоз и перегной становятся все дороже. Но это и понятно. Скота меньше стали держать возле наших городов и поселков. Поэтому предлагаю использовать на своих участках для улучшения плодородия почвы и для повышения выраженности культур так называемые зеленые седиральные удобрения. Я уже показывал несколько раз. Наш опыт на участке здесь показал, что лучше всего подходит горчица. Семена горчицы в продаже есть. Вот посмотрите, 250 граммов в этом пакете. Если исходить даже по 2,5 грамма, мне кажется, это много, можно 2 грамма на квадратный метр. То есть фактически здесь на одну сотку семян. Но я не думаю, что вы сразу сотку можете засеять. Но те гряды, где у вас почва песчанина, значит, давно не вносите перегноя. Давайте год используем как подседиральный пар. То есть сейчас мы эту культуру посеем. Когда она зацветет, мы ее скосим и 2 раза перекопаем. Я вот это делаю уже третий год подряд. И таким образом обхожусь без органического удобрения. Еще один плюс есть у этих зеленых удобрений. То, что при перегнивании они отгоняют с участка, с гряды нематоду, проволочника. То есть даже некоторые возбудители болезни, они оздоравливают почву. Повышение плодородия плюс оздоровление почвы, мне кажется, это хороший двойной эффект. Поэтому если вы такие грядки имеете, они свободны у вас в этом году, то почему бы и не попробовать применить вот это седиральное зеленое удобрение. Значит, что для этого нужно? Я вскопал на штык полный штык лопатки. Никаких, естественно, удобрений вносить не надо. Далее берем, разровнял, конечно, граблями. И здесь берем семена и просто разбросным способом. Можно, конечно, рядовым способом, но вполне разбросным вот таким способом. Семена примерно полтора, ну, два грамма на квадратный метр. Редька мастичная и вот горчица, она ходит с разной глубины, поэтому ничего страшного в этом нет. Далее берем грабли, как бы забараниваем эти семена. Вот таким образом. Я посеял более одного квадратного метра. И совковой лопатой придавливаем. Повторяю, семена могут попасть и на один сантиметр, и на глубину, и на два, и на три. Но они все равно взойдут. Уплотняем для того, чтобы не выдало почву. Ну, и для лучшего контакта семян с почвой. Ну, а далее с помощью лейки поливаем. Вот такой посев, очень простой. Никакого ухода за горчицей не нужно. Примерно в начале июля она зацветет. Мы ее скосим, перекопаем штыковой лопатой на один раз, и в августе на второй раз. Все, посев произведен. Советую, если есть такие у вас бедные гряды, бедные почвы, применить седиральное удобрение. Лучше всего для этого подходит горчица. В этом году в нашем регионе, да я думаю, не только в нашем, наблюдается настоящий картофельный бум. Многие вспомнили, что могут обеспечить свою семью картофелем. Это, наверное, правильно. А излишки, особенно крестьяне, они могут реализовать по нормальным ценам и получить дополнительный доход. Я уверен, что с каждой сотки можно в наших условиях получать не по 4-5-6 мешков, как в среднем у нас получается, а по 10-12 мешков картофеля повторяя с одной сотки. Но для этого нужно применять технологию. Технология включает 7 элементов. Вот один из них элементов – это подбор участка. Традиционно мы выращиваем картофель на плантации. У нас мы не можем на своих дачных, приусадебных и даже крестьянских участках менять почву. В некоторых селах по 100 лет более выращивают на одном месте картофель, и он нормально формирует урожай. Для этого нужно что? Ежегодно практически вносить перегной. И второе – тщательно работать с семенным материалом, то есть отбирать здоровый семенной материал. Ну и раз в 4-5 лет желательно вообще семенной материал поменять, потому что он вырождается. Вот здесь у нас небольшая такая плантация. Перед тем, как ее подготовить к посадке картофеля, я должен нести органическое удобрение. Вот это у меня перегной, ну это не перегной, скорее всего, компост картофельной ботвы, которую я в прошлом году с помощью бактерий превратил в такой полукомпост, повторяю, и в органическое удобрение, которое можно использовать. Значит, на одну сотку примерно нужно 300-400 килограммов перегноя. То есть 3-4 килограмма на квадратный метр. Ну, примерно я одну часть своей плантации хочу удобрить вот этим, значит, перегнившей же ботвой картофели. Ну и так, в следующем году, значит, вторую часть. То есть органическое удобрение не каждый год можно применять. Можно применять раз в 2-3 года, если дозы, тем более, будут большие. Что касается обработки почи, то на многих участках пашут. Лучше пахать на глубину 25-27 сантиметров, поскольку картофель формирует урожай именно в почве, и ему нужна рыхлая такая почва. И 25-27 это, ну, в общем-то, нормально. 20-22 уже немножко много. Если вы перекапываете вручную участок, ну, одна сотка у вас, например, или даже две, ну, на полный штык лопаты обязательно нужно копать. Ну, а начинается посадка картофеля еще с выбора сорта и семенного материала. Поэтому поговорим сейчас об этом. Ангарская курочка свежая и натуральная, потому что мы не замораживаем, а охлаждаем. Блюда из ангарской курочки всегда вкусные и полезные. Настоящее лакомство для всей семьи. Термопанель 03 объединяет утеплитель и обшивочный материал. Отличная звукоизоляция, водостойкость, ударопрочность, легкий монтаж. Шермопанель 03-300-105 Прежде всего, какой сорт картофеля подходит для вашего участка? Я хочу сразу ответить. Желательно не один. Участки разные по ландшафту, почвы разные, климат разный. Вот у нас есть северные территории, есть южные территории, возле Байкала, есть степные территории. Поэтому, наконец-то, еще есть понятие, как вкус семьи. То есть, одни любят разваристый, рассыпчатый картофель, другие, наоборот, для жарки. В общем-то, несколько сортов на участке нужно иметь. По крайней мере, два, а то и даже три. Хочу сказать, что есть ранние сорта. Их выращивать нужно не более 10%. Наиболее у нас распространенные – это розара и гала. Оба не нашей селекции, немецкой селекции. Но, в принципе, они неплохо все нас показывают. Что касается других сортов, то среднеранние, вот, например, сорт королева Анна сейчас пропагандируется, Адрета, тоже среднеранние. Есть еще среднеспелые, например, Тулеевский, Волжанин, Кондор и так далее. То есть, набор сортов достаточно обширный, который мы можем выращивать. Главное – найти эти сорта. И на одном участке желательно иметь, повторяю, не более 10% раннего сорта, например, розары, а остальные 90% – либо среднеранний, либо среднеспелый. Ранние сорта, уважаемые телезрители, никогда не будут накапливать много крахмала. Это исключительный случай, редкий случай, когда такой сорт был. Значит, он уже давно, его нет. Выращивался более, под названием роза, выращивался более 100 лет, ну и в том числе и у нас. А так, в основном, это золотое правило. Поэтому, если вы хотите крахмалистой картофель, конечно, соответствующий сорта нужно подбирать. Самый вкусный – это, бесспорно, Адрета. Ну вот, в настоящее время у нас реализуется, по крайней мере, в Бурятии, сорт «Королева Анна». В прошлом году я выращивал его, мне понравился и поражаю по вкусу, хотя для оценки сорта нужно как минимум 3 года. Ну, в этом году реализуются вот такие клубни, они не крупные по размеру, но для дачных условий, для небольших участков, там, для одной сотки, для двух сот, это вполне нормальный. Немножко надо прогреть их, чтобы появились росточки, и посадить. Ну, вообще, стандартный клубень должен иметь массу 50-60 граммов, то есть 5-6 сантиметров. Это клубни тоже стандартные, но они вот именно мелкой фракции. Они дадут, взойдут, они дадут урожай. Поэтому я вам советую, если семенной материал у вас мелкий, вот вы приобрели этот сорт, Королева Анна, просто, чтобы было одинаковое количество стеблей от двух этих мелких клубней и от одного среднего, нужно, можно в лунку положить именно два таких мелких клубня, что раньше и делали, даже говорят и в три. Ну, в три я не сторонник, а вот два клубня мелких, они дадут, в принципе, такое же количество стеблей, как и один средний. Поэтому внимательно посмотрите, переберите вот тот сорт, который вы купили в сетках. Это вторая репродукция, поэтому там есть клубни немножко и пораженные болезнями. Вот, например, сухая гниль, вот видно здесь даже разрезы, поэтому такие клубни сажать ни в коем случае не надо. Только здоровые клубни в неуродливой форме. А что касается остальных клубней, то вот, видите, значит, сорт находился в сетке у меня вверху, начал терять влагу и пророс. Если такие роски у вас появились, ни в коем случае их нельзя обломать. Аккуратно высаживайте, росок можно даже вот немножко, чтобы он и выглядывал. Он сейчас не замерзнет. Ну, клубень зайдет в любом случае, просто влаги он частично потерял. Ну и, наконец, вот посмотрим, осенью сорт декура мы вот заложим здесь два ведра. Это семенной материал. Как он сохранился на нашем участке? Ну, здесь что мы видим? Красивые такие клубни, желтые. Вообще неплохой тоже сорт. Вот размер клубни вы, конечно, видите. Есть и очень крупные, ну, в среднем 50-60 граммов. Вот я даже не вижу ни одного больного клубня. То есть, тщательно осенью отобрал. Зимой я ничего не делал. Вот посмотрите, сейчас при посадке, ну, может быть, вот этот клубень, он корявой формы, я, конечно, сажать не буду. Я его отберу. Несколько клубней, может быть, штук 5, в этих двух ведрах я откину, а все остальные буду сажать. Ну, в идеале желательно, чтобы росток был толстый и вот примерно имел длину 2 сантиметра. Таким образом, уважаемые зрители, разберитесь с сортами, начинайте размножать эти сорта. Смесь сортов – это смесь проблем разного качества, разной спелости, разной лёжкости при хранении, разного вкуса. А когда вы будете иметь разные сорта по вкусу, по цвету, вам легче будет их затем использовать. И второе – обязательно подготовьте семенные клубни к посадке. То есть выберите самые здоровые, цельные, типичные, немножко их прогрейте и начинайте сажать. Ну, а теперь посмотрим, как правильно посадить ручным способом при наличии ограниченного количества органических удобрений. Прежде чем посадить картофель, приготовим специальную смесь. Я ее называю перегнойно-зольная смесь для локального несения в каждую лунку. Три ведра перегноя смешиваем с ведром просеянной древесной золы и получаем вот такую вот эту смесь, которую сокращенно можно назвать ПЗС – перегнойно-зольная смесь. В одну лунку нам понадобятся четыре горсти вот этой смеси. Если у вас позволяют финансовые средства, то можно приобрести специальное удобрение. Вместо вот этой смеси применять буквально неполную столовую ложку такого картофельного удобрения. Продажу оно и имеется в том числе у наших партнеров. Вот. Специальное удобрение картофельное. Там три элемента – азот, фосфор, калий. По поводу размещения. Сажать 40 на 50 сантиметров во схеме, потом крутиться волшком, окучивать каждое растение – это неправильно. Поэтому предлагаю сажать рядовым способом, почти как в производстве. Между рядами мы делаем 65 в среднем сантиметра, ну, может быть, 60 сантиметров. Вот так. И между растениями в рядку должно быть 30-35 сантиметров. Таким образом, ну, 5, максимум 6 растений на квадратный метр получится. Редко посадите 4 растения, у вас будет больше проблем с сорняками. И не совсем эффективно используется площадь посадки. На полный штык, значит, копаем таким образом. Через 30-35 сантиметров. Ну, по спаханному. Здесь я показываю, конечно, по неспаханному. Дальше бросаем 4 горсти перегноя. Перегной назойной смеси. 2, 3, 4. То есть, второй человек должен идти с ведром. 3, 4. Ну, и кладем клубни. Варианты разные. Такой клубень нормальный просто выкладывать. Вот с таким ростом, конечно, надо аккуратнее. Так немножко его не сломать. Ну, и, наконец, то, что я показывал. Королева Анна в этом году мелкая. Вот 2 клубни в одну лунку. Затем берем и заливаем примерно литром воды в каждую лунку. Вот так аккуратно проходим ряд и через 65 сантиметров следующий ряд. Вот таким образом закапываем. Ну, это для посадки, конечно, нужно несколько человек. Один копает, вторая смесь бросает, третий клубней, четвертую воду. Ну, одну сотку, две посадить так и получить прекрасный урожай картофеля. Я думаю, это не затруднит вашу работу. Зато с меньшей площади вы можете увеличить урожай ну, я думаю, в полтора, иногда даже в два раза. Так что, уважаемые картофелеводолюбители, примените, пожалуйста, такой способ посадки с локальным нанесением либо органического удобрения, либо минерального. За счет этого вы повысите урожай второго хлеба. Как минимум, полтора раза. Ну, и, наконец, вас интересует вопрос, когда сажать картофель? Хочу ответить, что это культура ранней посадки, поэтому в эту субботу-воскресенье, особенно по южным районам, мы начинаем сажать картофель, а в следующую субботу-воскресенье завершаем. Он не замерзнет в почве, этого бояться не надо, зато в нужный момент он затем зайдет. Ну, и напомню, что в эти выходные мы также завершаем посев ранних, холодостойких овощных культур, таких как морковь, лук, чеснок, ну, и, возможно, салатные, зеленые культуры. Ну, и желаю всем удачной работы, и сделать ее нужно обязательно в хорошем настроении, тогда результат будет лучше. Всего доброго! Как хорошо! На даче хорошо! Эх, на даче хорошо! В магазинах «Все для дома» широкий ассортимент бассейнов, мангалов, садовой мебели, качелей. Действует бесплатная доставка от 1000 рублей по Улан-Удэ при заказе на сайте ВДДОМА ТОЧКА РУ В моей семье любят вкусно поесть. Дома я все готовлю сама. Муж любит мои фирменные пельмени с майонезом, дети – салаты с майонезом. Ну, а я люблю мясо по-французски. И для своих блюд я всегда выбираю любимый майонез Янта. Янта. Есть вкусно! Садем – главный по огороду. Все для сада и огорода в одном месте. Садем – главный по огороду. Все для сада и огорода в одном месте. Термопанель 03 объединяет утеплитель и обшивочной материал. Отличная звукоизоляция. Водостойкость. Ударопрочность. Легкий монтаж. Термопанель 03-300-105. Субтитры подогнал «Симон»